Сегодня в 8 часов утра, еще в потьмах, на трассе Пермь-Екатеринбург, на ее километре с погибельным номером 200-й, что под Красноуфимском, приключился погибельный замес. Очень сильно неравный и смертельный бой между подорожником и фурой. Декорация такая. Сегодня с утреца 45-летний житель Красноуфимска на своей семье Режигулей выехал в Стольный Екатеринбург. Про него известно, что стаж руления у него был 27 лет, то есть человек в совершеннолетие сдал на права и находился в статусе пилота всю сознательную жизнь. По данным ГАИ, он всего 4 раза привлекался за нарушение ПДД, что для 27-летнего опыта величина исчезающе малая. То есть рулевой «Семеры» был и очень опытный, и очень дисциплинированный, но сегодня утром на 200-м километре трассы Екатеринбург-Пермь с ним что-то случилось. И он, как сказано в релизе об ЛГАИ, по неустановленной причине выехал на чужую, и «семерка» лоб в лоб влетела в первую встречную фуру «Скания». И для опытного дисциплинированного пилота русской классики земная суета с ее ковидами и прочим тленом закончилась. Водитель автомашины ВАЗ-2707, двигаясь по указанной автодороге со стороны города Пермь, по неустановленной причине выехал на полосу для встречного движения, где допустил сопновение с автомашиной «Скания». В результате дорожно-транспортного происшествия водитель отключил ВАЗ-2707, погиб на месте дорожно-транспортного происшествия. Что означают слова «по неустановленной причине выехал на встречку»? Ну, очевидно, что это был точно не обгон. По словам 34-летнего дальнобойщика на «Скании», трезвого, со стажем вождения 16 лет, он ехал со стороны Екатеринбурга на запад, за рулем, после отдыха находился один час, и видел, что на прямом участке трассы со встречки неожиданно выкатилась «семерка». Он попытался увернуться от удара вправо, но там отбойник, и вообще московский тракт в этом месте крайне не широк, потому лобового и, как показала практика, смертоносного удара избежать не удалось. Что случилось с пилотом «семерки» перед замесом, возможно, расскажет химико-токсикологическое исследование его крови. Может, он был пьян, может, просто заснул, а может, и инфаркт с инсультом, или сахар в крови резко скаканул. У нас в горах разные варианты бывали, после которых люди плавно выезжали на чужую и погибали. Уважаемые участники дорожного движения, строго соблюдайте правила дорожного движения во время управления транспортным средством. Будьте аккуратны, не садитесь за руль в утомленном состоянии. Это не просьба о финансовой помощи, это призыв сохранить остатки честной и патриотической журналистики на Урале. Если хотите 9,5, как раньше, жестко, метко, хлестко, без соплей, то помогите нам, станьте нашими спонсорами. Сила в правде, и мы ее постоянно показываем. Поэтому, если кто-то сможет в это тяжелое время найти небольшую сумму для новостей «Черемета», будем благодарны, отработаем сполна. Просто нажмите в нашем профиле кнопку «Спонсировать» и следуйте дальнейшим указаниям и инструкциям на экране. Заранее спасибо, ребята, вместе мы выстоим. Продолжение следует...